Халё-халё! Привет всем моим дорогим подписчикам! Привет всем друзьям моего канала, всем тем, кто изучает немецкий язык! Сегодня в этом видео мы с вами познакомимся с очень важными прилагателями, которые будут характеризовать частоту действия. Да, так часто, не часто, редко, никогда. Давайте вместе сегодня с вами познакомимся с этими словами, записывайте обязательно ваш блокнотик и пробуйте использовать какие-то свои примеры, чтобы вы сразу в красках могли себе представить, а как часто что-то вы делаете. Окей? Приятного вам просмотра! Сегодня я вам расскажу отличия слов, которые будут характеризовать частоту того или иного действия. Есть такая определенная градация или скала, по которой мы можем определить, как часто происходит то или иное событие. Сам вопрос, на который мы, в принципе, и будем давать эти ответы, звучит ВИОФТ. Как часто вы ходите гулять? Как часто вы учите новые слова? И давайте теперь по порядочку прям нарисуем себе вот такую градацию, линейку, как часто будут происходить события. Я очень люблю отталкиваться от процентного соотношения, да, как бы вот есть 100% и потом будет убывать до самого нуля, то есть 0% действия вообще никогда не будет происходить. И начнем спускаться именно со 100%, то есть когда будет происходить действие, вот всегда-всегда-всегда. ИМА. ИМА – это всегда, 100%. Я не выхожу босиком, и я всегда ношу какую-то обувь. ИМА. Вот всегда-всегда. ИМА. 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 И Что вы делаете регулярно? Можно также убывая сказать fast immer. А давайте как раз сейчас остановимся отдельно немножко на слове fast. Fast это вообще как бы не быстро, как по-английски мои ученики любят быстро переводить, потому что там такое слово тоже существует, но по-немецки это шнель быстро. Нет, созвучная частичка или слово fast, оно как бы показывает, что это почти. Ну тоже может быть разное применение. Если мы говорим про часы, про время и вот, например, без двух минут, там три часа, то есть неровно, бам-бам, кукушка бьет и три часа исполнилось, но почти, вот чуть-чуть, миллиметры, сантиметры, мили-милиграммчики не хватает до чего-то полного. Es ist fast drei Uhr. Почти три часа. Также частичку fast можно, в принципе, использовать с разными прилагателями. Если вы какую-то вещь приобрели и хотите сказать, что вот она новая, ну чуть-чуть уже там без упаковки, например, тогда она уже не будет новая, да, вот в оригинальном своем, таком купленном виде. И мы можем сказать дизахаист fast noi. Почти новая. Ну и к сегодняшним словам почти всегда. Конечно, это слово fast, оно не со всеми сегодняшними нашими словами может быть вот таким дружелюбным. Да, если это почти всегда, как в русском то же самое fast ima или почти никогда fast ni. Ну, вы не можете сказать почти иногда, поэтому, конечно, такое не будет приемлемо также и в немецком языке. Почти редко, почти часто. Ну, а мы возвращаемся к нашей градации прилагательных слов, которые показывают характеристику частоты действия. Итак, ima всегда-всегда или regel message, регулярно, да, то есть это, в принципе, аналоги. Опускаемся ниже, то есть уже не 100%, а 99%. Fast ima почти всегда. Fast regel message почти регулярно. Теперь уже где-то 90%, это будет oft, вот очень часто. Часто что-то мы делаем, часто что-то говорим, часто покупаем. Oft, то есть вы видите, что есть какие-то случаи, когда это действие не происходит. Oft, и у слова oft также есть синоним, это хойфик, хойфик. Ну, вот как бы так часто, традиционно, хойфик. Ну, и теперь, когда мы делаем или не делаем, ну, иногда, то есть понятно, что это может происходить, может быть нет, 50-50. Видите, я как раз такое процентное соотношение люблю сочетать к этим словам, и это маньхмаль. Маньхмаль, иногда, то есть иногда да, иногда нет. И тут же у него есть синоним. Некоторые земли в Германии, особенно в Баварии, вы можете там услышать такую фразочку. То есть вот такие коротенькие три части, вроде бы предлоги, вроде бы он что-то соединяет, и все вместе. Значение этой конструкции, это маньхмаль, иногда. Раухензи oft. Вы часто курите? Да, то есть иногда, маньхмаль. Идем ниже, опускаемся, уменьшаем наше процентное соотношение частоты какого-то действия. И следующее слово, это зельтен. Зельтен, это редко, то есть nicht oft, nicht regelmäßig, зельтен. Ну, где-то понятно, процентов 10, может быть у вас это, конечно, как-то по-другому. Зельтен, это редко, это то, что вот мы очень редко что-то делаем. И в тринке алкоголь, sehr, sehr, zельтен. Ну, zum Geburtstag zum Beispiel. Und sie, was machen sie nicht oft, sondern zelten? Was machen sie zelten? Что вы делаете очень редко? Sehr, zelten, очень. Частичку sehr мы можем также к любому, к любому прилагательному всегда приставить, и она покажет как бы усиление этого качества, этой характеристики. Не просто там bequem, oh, sehr bequem. Не просто lecker, вкусно. Sehr lecker, sehr interessant. Sehr toer. И теперь sehr zelten, то есть очень-очень редко. Усиливали любое качество прилагательного. Может быть, холодно, oh, hota ist kalt. Но если вы хотите еще больше добавить вот этого качества, тогда мы можем, конечно же, скомпоновать и перед прилагательным сказать, oh, sehr kalt. Gut, хорошо, но может быть sehr gut. Очень хорошо. Берите частичку ze, вот такое слово из четырех букв, да, вот мы тянем эту букву Э, буковку Х, пожалуйста, никогда послегласных не произносите. Ну и последнее будет замыкать сегодня вот эту нашу линию. Скала, да, шкала таких градаций по процентному соотношению, частоты действия, и это будет ноль. Вот когда действие вообще не происходит. Ну вот ничего мы никогда не делаем. Три буковки И это отрицание. НИ, ВАС МАХЕН ЗИ НИ? Что вы никогда ничего не делаете? Трагни, айнен хут, я никогда не ношу шляпу. НИ, никогда. Итак, давайте еще раз повторим. Опускаясь от ста процентов к сегодняшнему нашему вот прям нулю. Никогда ничего действия не происходит. ИМА, ОДЕР, РИГЕЛ МЕССИЧ, ОФТ, МАНЬМАЙ, АПУНЦУ, СЕЛТЕН, НИ, НИКОГДА. Запомните эти слова, используйте, когда вам необходимо показать частоту действия. На этом все. Желаю вам АЛЕС ГУТЕ УН ЧЮС! АФИДЕРЗЕЙН!